В прошлом году учитель Ирина Чугина со своим выпускным 4-м Г-классом участвовали в конкурсе проектов «Веснушка-2017». И несмотря на то, что они были самыми младшими из всех, сумели занять первое место. Вдохновленная победой Ирина Владимировна, набрав в этом году первоклассников, снова решила создать мультфильм. Выбрали новогоднюю тему, чтобы сделать подарок родителям, бабушкам, дедушкам. Идея сюжета фильма возникла случайно. Ребята для участия в районном конкурсе сделали разные 32 варежки. А их учительница придумала сказочную историю, в которой варежки сыграли главную роль. И рассказала ее режиссеру, руководителю студии мультята Елене Кайзер. Дети на ходу фантазировали, и вскоре появился сценарий проекта. Мультфильм – это же фантазия. А кто сочиняет фантазию – дети. То есть это не реалити-шоу, это мультфильм, где могут происходить самые невероятные истории. А самые невероятные истории сочиняют дети. Работы было много, дети освоили новые технологии и даже на каникулах приходили на занятия. Но главное, что всем понравился процесс создания мультфильма. Мы готовились, мы практически все сами делали. Мы сами вырезали, мы сами разыграшивали, мы сами все делали. Некоторые ребята не только рисовали-вырезали, но и сами озвучивали героев мультфильма. Сказали озвучивать рисую, мне очень понравилось. Я увидела себя, и мне так понравилось, что захотелось еще и еще. Мам, я не хочу быть пожарным. Лучше я буду снимать фильм. Конечно, этот мультфильм – не последнее творение развилковской школы. Учителя уже готовятся с детьми к новым интересным работам. Но о подробности пока держат в секрете. Идеи есть. Первая идея, конечно, связана с Великой Отечественной войной. А вторая идея – это, ну, скажем так, герои наши животные. Ну, раскрывать секрет мы пока не будем. И правильно, пусть это станет для всех приятным сюрпризом, а для творческих ребят – поводом для новых стремлений. Анастасия Воронина, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.